До окончания учебного процесса еще два с половиной месяца. Однако для подопечных детского сада «Олененок» он может завершиться уже в конце марта. Несколько дней назад родителям стали поступать тревожные сообщения о закрытии образовательного учреждения. До конца учебного процесса еще два с половиной месяца. То есть куда эти дети пойдут? Во-первых, это очень большой стресс для всех детей, потому что тут они ходили, у них были уже группы сформированные. Некоторые ходят годами сюда, некоторые буквально пришли два дня назад и тут всех разгоняют. То есть определить ребенка куда-то невозможно. Учреждение является частным. Официальная причина закрытия – смена собственника здания и отсутствие новых договоренностей. Ведь, по словам директора детсада, никаких официальных документов им предоставлено не было. Ввиду того, что неприемлемые условия были озвучены, я уже отправила нашим дорогим родителям уведомление, что мы с 31 марта закрываемся. Ну, к сожалению. Подписать договор и условия договора, которые мне не обозначены, в любой момент мне могут подойти и сказать, извините, мы теперь ваши собственники. Я как бы даже не имею права. На связь с самим собственником нам выйти не удалось. Однако коммерческие недоговоренности напрямую отражаются на детях. Их в детском саду 118 и родителях. Достойных альтернатив им не предоставляют. В районе это единственный подобный сад. Частных полно, но они не могут обеспечить всем тем, чем обеспечивает данное учреждение. Здесь есть абсолютно все – и бассейн, и питание на различные диагнозы у ребенка, будучи там аллергик. Кроме того, детский сад имеет государственную лицензию. При его оплате можно использовать субсидии и материнский капитал. Стоимость обучения для нашей семьи посильна, потому что государство предоставляет нам субсидии. И когда получается ситуация, что я только вышла на работу, потому что буквально две недели я выхожу на работу, и мне через две недели в пятницу приходит сообщение о том, что через две недели сад не будет работать. Однако старый договор аренды еще имеет полную юридическую силу. Расторгнуть его может лишь директор учреждения. Поэтому пока единственный выход для родителей – вести с ним диалог о сохранении дошкольного центра и урегулировать юридические тонкости. Администрация округа держит этот вопрос на личном контроле и также заинтересована в сохранении детского сада. У нас достаточно большая очередность в этом направлении вообще по Одинцово. И администрация округа приложит все усилия для того, чтобы был или новый, или этот же частный детский садик, или новый, если олененок не договорится с новым собственником. Или же в конце концов мы продумываем мероприятие, чтобы это был вообще муниципальный сад. При этом в окружной администрации подчеркнули, что на данной территории не может быть ничего, кроме дошкольного образовательного учреждения. Это обусловлено договором аренды и генпланом.